В четвертом часу утра автолюбитель помог полицейским задержать двоих молодых людей, которые пытались украсть украшение главной городской площади. Праздничный флаг. Проезжая мимо, водитель обратил внимание на подозрительную пару, которая что-то делала около флагштока. После серии разворотов шофер занял позицию, с которой было удобно наблюдать за тем, что делают подельники. Они же пытались оторвать красное полотнище, полоскавшееся на ветру. Забраться на стальную ферму им пришлось обоим. Прочная ткань не поддавалась. Орудию на высоте трех метров, одному из них удалось оторвать ткань и бросить ее приятелю. Тот затолкал материю в пакеты, сообщники торопливо покинули арену событий. Очевидец к тому моменту уже позвонил в полицию, однако наряд запаздывал. Выручил случай. Двинувшись за ворами, автолюбитель увидел патрульную машину. Догнав полицейских, водитель быстро обрисовал ситуацию и сориентировал наряд, кого следует искать. Далеко уйти они не могли. На площади уже никого не было, но через минуту поисков внимание привлекли два бегуна. Остановили их у трамвайной остановки. Пакет с добычей один из воров положил на газон, но избавляться от компромата уже было поздно. Видео снято. Кража, похоже, была спонтанной. В пакете, куда подельники пытались затолкать кумач, был ночной увеселительный набор. Бутылка водки и пакет сока. Налет на флагшток приятеля отрицали бодро, но немногословно. Не вы флаги взяли? Не, мы ничего не брали. Отрицать очевидное задержанные, конечно, могли. Они еще не знали, что стали героями документального кино, которое ляжет в основу доказательств. Для чего молодым людям нужна была праздничная атрибутика, они так и не сказали. Чуть позже стало известно, что покушались они не только на полотнище, но и на светодиодную гирлянду. Она оказалась орешком покрепче. Оторвать мигающий проводок от веток дерева утомленным верхолазом не удалось. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Виталий Векслер.